здравствуйте в эфире итоги недели свой взгляд сегодня мы расскажем о том что случилось что произошло как жил город на прошлой неделе и так сегодня вы узнаете о том когда брат на брата уровень подготовки оценен как низкий брод вырастет до 16 тысяч с хвостиком чем опасен цербер грандиозная победа николая зверева если у вашего телефонного номера новый хозяин как быть были кроны стали столбы а если хотите спать спокойно не просыпаясь что для этого нужно ну вот об этом и другом мы сегодня вам и расскажем итоги недели с вами свой взгляд и старшие собой закрыли младших в воздухе повисла тишина и сразу стало видно где тут наши а где они по ком прошлась война дети с урала сняли ролик на известно стихотворение о том что дети донбасса такие же как и других регионах их не отличить но война оставила свой след детских душах то чего сейчас детей нашей страны всеми силами защищают русские солдаты российская армия все эти дети они наши теперь и всегда были нашими брат в киеве у одной из наших сухоложанок женат на украинке два взрослых сына тот что в киеве на днях того что в киеве на днях взяли в ополчение в ссу другой тот что в херсонской области явился по призыву на мобилизацию российскую армию я не поклонница эзотерики предпочитаю реальный анализ событий прогноз и планирование хотя бы по несколько шагов вперед как учили но когда посмотрела фильм об известной всем ванге которая предсказала ель цену в свое время победу на выборах это как-то впечатлило фильме говорилось много будущем россии а сейчас решила вспомнить и посмотреть что она говорила про текущие события к видела ли этот конфликт она ванга ванга примерно за год до своей кончины общалась со своим кумом сергеем за чаепитием она рассказала ему многое о его жизни когда речь дошла до места его рождения ванга взяла паузу ты из харькова спросила она борьба будет страшно а друг на друга пойдут после чего провидится ушла в состояние транса примерно на полчаса и сделала свое предсказание придет порох он войну принесет его сменит зеленый господарь он всем нравится но народ заведет чуть ли не в рабство он а страшное сделает народ разделит и веру людям поменяет об этом рассказал и напомнил нам журналист который слышал рассказ в свою очередь от своего коллеги константина долгова заместитель министра обороны генерал-полковник вдв юносбек евкуров запретил отправлять из учебного центра министерства обороны в ялане мобилизованных на фронт генерал посетил учебный центр и остался недоволен качеством подготовки резервистов как рассказал европейско-азиатским новостям депутат государственной думы от свердловской области максим иванов генерал побывал с инспекционной проверкой еще 11 октября он посмотрел как готовит резервистов и запретил их отправлять воевать уровень подготовки сказал он низкие техники нет хотя по документам она числится юносбек евкуров сказал также что с такой подготовкой отправлять нельзя ни на убой же их гнать сказал он такую фразу ведь они техники не знают не видели ее из-за того что в ялане по-прежнему не могут нормально организовать учебу резервистов их отправка отложена на ноябрь первым сроком отправки мобилизованных из ялани называли 10 октября затем перенесли на 19 октября теперь звучит дата 5 ноября изначально на подготовку мобилизованных выделялось две недели однако в ялане это растягивается на полтора месяца между тем мобилизованные попавшие тридцать второй военный городок в екатеринбурге там не задерживаются часто группы резервистов буквально на второй день группы эти перебрасывают на территории ланр или днр там они как раз и проходят подготовку на республиканских полигонах где тренируются и сами бойцы народной милиции донбасса вот в открытой сети появилась информация кстати вот вы затронули ялань то есть это действительно так что туда пока призывать в горячей точке смысле вот там где сегодня идут боевые действия те кто сегодня находится не ландских не будут но вот видите я ну то что мы сейчас с вами говорили я информации как таковой официально нет но я знаю что они планировали еще в октябре убыть то есть отправить личный состав туда ближе скажем так к линии себе но не имеет даже не к линии соприкосновения те регионы где у нас идут боевые действия вот в те районы уже должны были отправить но тут приезжал замком замминистра обороны вот генерал армии евкоров по моему по моему он приезжал вот он приказал продолжить обучение так как граждане прибывающей запасе не готовы к выполнению задач поэтому вот сейчас по опять же по неподтвержденной информации начале ноября они должны все таки туда начать отправлять личный состав ну как будет не знаю тоже были информация такая тоже не совсем официально это то что узнаем то что рассказывает то что люди говорят то что сами призывники говорят вот ну поэтому оказались тоже немножко не готовы к выполнению таких задачах гуманитарную помощь продолжаем собирать на фронте как и в обычной жизни нужно все сухоложский многопрофильный техникум собирает гуманитарную помощь в постоянном режиме на этот раз студенты собрали для воинов медикаменты и продукты сотрудники староцементного завода привезли в городской пункт сбор гуманитарной помощи 10 туристических ковриков два две коробки с газовыми баллонами пол сотни пар носков и столько же перчаток нужны еще и руки те самые что умеют шить на данном этапе есть большое количество ткани в наличии есть раскроечный нож сейчас дело будет продвигаться быстрее нужны мастерицы для пошива кофт с верлоком наталья шустова одна из активных организаторов и участниц процесса благодарит экологический ресурс из-за рудянского и лично алексея тимофеева за финансовую помощь в очередной раз убеждаемся пишет она что есть у нас неравнодушные люди и организации готовы помочь нашим воинам это те кто не задает вопросов не хейтит не заявляет громко о своих намерениях и участие не ищет виноватых виновных просто берется и делает реальное дело итоги недели свой взгляд в эфире в октябре принято постановление которое регулирует вопросы сдачи отчетности и уплаты налогов теми кто призван в действующую армию так все сроки уплаты налогов и сборов рассрочки по уплате представление отчетности перенесены для этого контингента на период прохождения воинской службы и на несколько месяцев еще после окончания мобилизации или увольнения с воинской службы таким образом перед тем как вернуться платежам издачи отчетности у предпринимателя будет время для восстановления прежней деловой активности налоговое уведомление направленное мобилизованному в этом году не оплаченное до 1 декабря 22 года включительно исполнять не требуется задолженность по указанным налогам а именно транспортному земельному а также по налогу на имущество физических лиц не возникает оплачивать налоги после возвращения необходимо не позднее 28 числа третьего месяца следующего за месяцем окончания периода мобилизации еще одно важное событие которое прошло на прошлой неделе это третье заседание нового состава думы которое прошло последний четверг месяца согласно регламенту после утверждения повестки депутаты рассмотрели протест прокурора внесли изменения в решение о регламенте думы которое было принято в аж в двенадцатом году и зарегистрировали в думе депутатскую фракцию всероссийской политической партии единая россия штатное расписание думы осталось без изменений в составе аппарата продолжат по-прежнему работать два специалиста дума единогласным решением наградила почетные грамоты за многолетний добросовестный труд профессионализм мастерство и значительное достижение преподавателя музыкальной школы татьяну махневу благодарственным письмом думы были награждены а также преподаватели алена хмедянова и луиза гурьянова глава по традиции поздравил октябрьских именинников после окончания работы над повесткой депутаты обратились главе городского круга роман валову с тем чтобы представителей народной власти депутатов включить состав городского штаба помощи семьям мобилизованных роман юрьевич также напомнил депутатам что сам был участником действий федеральных войск в первую чеченскую войну проходившую 1994 1996 годах про пенсионеров и пенсии с 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится до 16 тысяч двухсот сорока двух рублей соответствующий законопроект в первом чтении приняла государственная дума повышением рот затронет и многих пенсионеров дело в том что работающим пожилым людям пенсию не индексирует в том размере как неработающим вопрос к возобновлению ежегодной прибавки неоднократно поднимался но пока так и не решен при этом зарплаты у пожилых людей часто бывают меньше ниже чем у их более младших работающих родственников таким образом повышением рот имеет для пожилых людей большое значение как собственно для всех остальных повышая реально повышаем их доход прибавка по сравнению с прошлым годом составит более шести процентов что же касается не работающих пенсионеров то для них выплаты с 1 января будущего года планируется проиндексировать на 4,8 процента в результате средний размер пенсии увеличится до 21 тысячи восьмисот шестидесяти четырех рублей итоги недели свой взгляд я продолжаю знакомить вас с последними событиями недели и так что произошло что случилось что удивило обрадовала коротко о завершении мобилизации в конце прошлой недели верховному главнокомандующему доложил министр обороны сегодня мы об этом уже знаем сделать необходимые выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов такую задачу поставил президент экипировка вооружения помощь семьям все потребности вооруженных сил в ходе специальной военной операции должны быть обеспечены без всяких бюрократических проволочек сказал президент день народного единства в этом году приходится на пятницу поэтому мы сможем отдохнуть три дня подряд пятница суббота и воскресенье то есть 4 по 6 ноября кроме того продолжительность рабочего дня накануне праздничных дней уменьшится на один час таким образом в четверг 3 ноября будем трудиться на один час меньше обычного кстати сказать не забудьте что 4 ноября в 15 часов дворец культуры кристалл приглашает всех на концерт который назвали мы вместе а в 17 часов на фильм александр невский все это конечно бесплатно страна на прошлой неделе отметила также день рождения комсомола этот день не забыть тем кто был членом волка эсэм сколько добрых дел для родной страны было сделано поднять от селена залежных земель один только бам байкала мужская магистраль чего стоит и если бы организация осталась она бы на мой взгляд достойно ответила на вызовы времени в этом нет конечно никаких сомнений день автомобилиста был отмечен в календаре ну как праздник водителей страны было также прошлая неделя отмеченные печальным событием на восемьдесят шестом году мирной ушел достойнейший человек талантливый руководитель предприятия огнеупорного завода анатолий клинов две трети страны уже покрыта снегом как сообщает гидрометцентр снег лежит даже во многих регионах европейской части россии на многих реках началось формирование первое формирование рядового покрова в такое время особое значение приобретает внимание на дорогах но полиция также предупреждает что любая попытка уйти от ответственности предложив инспектору деньги или какие-то еще другие ценности фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела кстати сказать согласно законодательству любой из нас и сам вправе на всякий случай записывать общение с инспектором а вот выкладывать видеозапись с инспектором гбдд в социальной сети другие интернет ресурсы возможно только согласие самого инспектора в субботу 29 октября состоялся заключительный этап автокроссы на призе компании форрес на соревновании съехались гонщики и свердловской области пермского края подмосковья среди них те кто гнал на уазах газов и зилах а безусловным победителем 4 заключительного этапа а значит общих соревнований по году стал николай зверев ему достался кубок форреса и конечно же признание аплодисменты зрителей надо сказать что николай зверев стал одним из сильнейших а взяв второе место на чемпионате россии среди 27 самых-самых сильных следующие соревнования запланировано на 12 июня это день россии эти соревнования соревнования обещают быть грандиозными по словам николая зверева к нам пришел новый штамм ковид-19 который назвали цербер чем опасна эта мутация этот вирус цербер выявили более чем в 30 странах на сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет по словам анны поповой руководителя роспотребнадзора оснований для ограничений тоже нет однако концу оси невозможен подъем заболеваемости добавила она в связи с празднованием для народного единства 4 ноября в этом месяце начисление пенсии пройдет с изменениями в этом году выходными днями в связи с праздником 4 ноября считаются не как я уже сказала 4 по 6 ноября соответственно все пенсии которые по графику должны быть получены в эти дни должны начислены быть до 4 ноября люди опасаются того что старые не используемые номера мобильных телефонов могут быть опасными по словам экспертов если предыдущий клиент не пользуется сим-картой или расторгнул договор то его номер полгода выдерживается ну как бы сказать на карантине затем этот же номер поступает в продажу эксперт считает что новые новый клиент может столкнуться с проблемами после покупки сим-карты с ранее существовать существовавшим номером операторы продают новые сим-карты по старым со старыми номерами спустя полгода до после неактивности за это время абоненты старого владельца могли давно понять что номер как бы не действителен и звонить по нему не стоит соответственно проблем у нового владельца возникнуть не должно но совет экспертов если на новый если вы новый клиент то смеет номер телефона если вам действительно названивают незнакомые люди лучше сменить если вы старый клиент надо просто отвязать старый номер телефона от тех аккаунтов в соцсетях и приложениях в пятницу 28 октября в канун дня рождения комсомола был дан старт пушкинской карте сухом лагу более 600 школьников по пушкинской карте посетили одну из лучших работ детской филармонии свердловской мюзикл дубровский ну надеемся что на улицах будет светлее потому как специалисты муниципального унитарного предприятия сухоложские электрические сети выполнили работы по устройству наружного освещения на нескольких участках как городе так и на селе опоры и светильники установлены мы уже говорили об этом да по улице пушкинской вдоль тротуаров дальше от переулка западного до улицы красных партизан в селе курьи в районе улицы куйбышева и рудничной до конца года появится освещение по улице фучика и также в деревне глядзины при въезде на улицу ленина красную горку и южную кроме того в парке семейной будут установлены 12 новых опор которые заменят погнутые в свое время подростками подведены итоги акции единого дня профилактики подростковой преступности полицейские представители суда следственного комитета прокуратура уголовно исполнительной инспекции комиссии по делам несовершеннолетних управления образования социальной политики организовали такие разноплановые мероприятия рейдовые участвовала в них на этот раз аж более двух тысяч детей 287 педагогов и 786 родителей за время проверки семей один родитель привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей два несовершеннолетних за появление в состоянии опьянения общественном месте ну и один они совершеннолетний пострадал за выражение нецензурной бранью в общественном месте в подмосковье начали замечать пьяных птиц они едят вот чем дело забродившие ягоды и начинают вести себя неадекватно накануне видео с запойным снегирем стал распространяться по социальным сетям ну что делать при встрече с птицей в таком состоянии неадекватном по словам автора птицу зачастую едят такие ягоды с большим удовольствием чем обычные алкоголь на них действует так же как и на человека и общая адекватность поведения после этого заметно снижается но птицы также как и в общем-то человеку надо просто-напросто проспаться так выглядит снегири алкаш делегации жителей дома номер 6 по улице пушкинской обратилась заявлением что во дворе вместо подрезки сухих веток как было обозначено были спилены деревья от которых остались стволы под пилу пошли даже яблонь во дворе на детской площадке теперь они непонятно что там где можно было отдохнуть в теплый летний день в тени теперь среди саксаулов не будет ни зелени ни тени ну пока вырастет и снова зашумит зеленой кроной саксауловая роща пройдет конечно немало времени и отойдут ли деревья от притворения в жизнь столь смелого решения и зазеленеют ли кроны кто знает и как быстро это случится это как повезет скорее всего веточки деревьев пустят но будут ли они по-прежнему шуметь листвой кроны свои когда кто на это ответит и кто за это ответит спрашивают жильцы ну ответить вероятно должны и должен тот кто отправлял рабочую бригаду не дав четких и ясных указаний у бригадира вообще в принципе должен по всей вероятности быть письменный наряд задание с указанием объема цели задач предстоящих работ официального представителя официальный представитель должен проверить работу вначале дать задание потом проверить работу принять ее и только после этого подписать акт сдачи приемки а возможно и присутствовать на объекте ну и далее поздравляем наш сухоложский коллектив арт-студию максимум заслуженные достойной победой на закрытым грантовом всероссийском хореографическом конкурсе среди лучших коллективов россии кубок победителей москве это вам конечно не просто так это реальная победа наши педагоги это наш дар для сухого лога приехать из провинции покорить москву это дорогого стоит обойдя и другие крутые коллективы россии только гордость за максимум по максимуму пишет соцсетях алена сухоносова ну и наконец о здоровье каждый из нас должен тщательно продумывать и обустроить свое спальное место если плохо спите об этом стоит задуматься если вы хотите спать спокойно чтобы ваш сон не прерывался чтобы не мучили кошмары уберите из спальни советуют специалисты из спальной комнаты компьютеры их спальни держать не стоит а также следует минимизировать количество розеток конечно то есть безвыходная ситуация это когда у вас одна комнатная квартира тут и спальни гостиная тогда нужно чаще проветривать помещение оставить больше комнатных растений излучение исходящее от компьютера влияет на нервную систему нарушает сон человек может просто жаловаться на ночные кошмары беспокойство бессонницу не знаю в чем дело это мешает уснуть как раз вот присутствие компьютера розеток и давит на психику на ночь вообще всю технику в доме всю технику в доме лучше выключать неважно где она стоит в спальне или других комнатах ну и под занавес октябрь ушел с календаря в прекрасной летней форме он самый теплый был октябрь среди столетней нормы октябрь на редкость был сухой и все прекрасно было и кроны золотой листво и солнышко светило благодарю тебя за воздух чистый вяжущий за утре и туман печали наши прячущий из льда кристаллики на опустевших ветках за птичий гомон за индивилах перелесках пусть все плохое что себя мы сбросили возьмёт с собой октябрь месяц и яркой осень грусти кленовая грусти кленовая листва глаза влюбленный ты в них судьбу в свою знал пора осенняя пора осенняя с дождем для нас уверенно рисует счастье серебро и не бывает слишком поздно для любви последний раз целуют в небо журавли она придет к тебе ты душу отвори и ты узнаешь невесомость высоты я буду там ты только руку протяни и не бывает слишком поздно для любви последний раз целуют в небо журавли и пусть осени погода с проседью мы ей спасибо говорим а листья желтые а листья желтые кружат кружат ложатся под ноги и на любовь нам ворожат нам встреча выпала нам встреча выпала с тобой и мы зовем ее и мы зовем ее судьбой и не бывает слишком поздно для любви она придет к тебе ты душу отвори и ты узнаешь невесомость высоты я буду там ты только руку протяни и не бывает слишком поздно для любви последний раз целуют в небо журавли и пусть осени погода с проседью мы ей спасибо говорим и не бывает слишком поздно для любви в последний раз целуют в небо журавли и пусть осени погода с проседью мы ей спасибо говорим и пусть осени погода с проседью мы ей спасибо говорим итак это на сегодня все все наши новостные ленты новые проекты много другой полезной информации снова в эфире кабельных уральских сетей давайте снова перенесемся назад в прошлое и посмотрим что и как жил город мы всегда готовы с удовольствием с вами дружить общаться и делиться новостями вначале удивляешься как быстро проходит день а потом понимаешь что это был не день а жизнь и давайте будем проживать день как жизнь до свидания до новой встречи друзья ах как хочется вернуться ах как хочется вернуться на нашу улицу в три дома где все просто и знакомо на денек где без спроса входят в гости где нет зависти и злости милый дом где рождение справляют и навеки провожают всем двором и и и и и и и